Мы жители Российской Федерации, Кемеровской области, города Киселевска, хотим открыто обратиться к раздеподчетному премьеру министра Канады Джастина Труда и генеральному сектору ООН Антонио Худершу. На сегодняшний день в России, в частности в Курбасе, сложились невыносимые условия для жизни. Дело в том, что наш край богат и угрозят. Сейчас основные разработки угля ведутся в арморском спорте, открытым способом, не обращая внимания на то, что рядом с огромными разрезами находятся жилые дома. В нашем городе Киселевске в черте города ведутся свои работы. 9 разрезов. В городе проживает 90 тысяч человек. Большая часть населения живет именно вокруг этих разрезов. Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопки карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму, а она у нас такая же длинная, как и в Канаде, не могли выйти на улицу, чтобы даже погулять. Детям становилось плохо от смока, от висящей в воздухе угольной пыли. Владельцы угольных предприятий пренебрегают интересами жителей города. Наши дома тоже разрушаются от взрывов на разрезах, но нами никто не хочет помогать. Если переселяют другие районы, то либо дают за жилье очень мало денег, либо предоставляют жилье гораздо меньше площадью. А из статьи 25 Конституции Российской Федерации говорится, что жилье неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилье против воли проживающих в нем лиц. Иначе, как в случае установленных федеральным законом или на основании судебного решения, да, они не проникают в наши дома, но не разрушают их для дела и непригодным для проживания. Рядом с нашими домами горит уголь под землей из-за варварских добычей. Представители местного самоуправления не могут ничего сделать, чтобы улучшить экологию нашей страны, области. Нам все говорят, что если не будут добывать уголь, то что-то когда мы будем есть, где мы будем работать. Но проблема еще в том, что рабочие на угольных предприятиях платят крайне мало денег. Поэтому практически все жители города живем в зоне прожиточного минимума. Хватает лишь на самое необходимое. В нашей области высокий уровень заболеваний экологии. Мы связываем это именно с улучшающей экологией. Практически в каждой семье есть либо умершие, либо болеющие раком в данный момент. Осознание высокого риска заболеет онкологией при отсутствии возможности покинуть данную территорию. Приводит к тому, что мы фактически чувствуемся загнанными в угол. Живем в постоянной депрессии. В нашем городе до сих пор есть районы, где нет возможности найти чистую воду. На нашей стране уже несколько лет нет урожая. Зимой все покрывается толстым слоем угольной пыли. И слоем пыли, который дует огромный отвал горной породы. В Конституции, в статье 42-й, говорится, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненное его здоровью или имуществу экологии правонарушения. Мы вынуждены жить в условиях экологического бедствия, рядом с разрезами, на которых постоянно проводятся взрывы. Свою работу представители угольных предприятий оправдывают санитарными нормами, которые устанавливались много лет назад, когда уголь не добывали в таких количествах. Владельцы угольных предприятий никак не компенсируют ущерб, наносимый жителям. В процессе открытой добычи угля многие наши чиновники, которые должны следить за безопасностью окружающей среды, встают на сторону угольщиков, защищающих их интересы, а не интересы детей, живущих у подножья отвалов. Нам предоставляют информацию о состоянии окружающей среды, которые далека от действительности. К примеру, нам сказали, что черный снег в Кемеровской области и в частности в городе Киселевске, потому что давно нет ветра и снега. Только лишь после того, как о экологическом бедствии стали писать зарубежные СМИ, проблему увидели губернатор Цивилев и мэр нашего города. Достовоченный Джастин Трюдо, мы хотим обратиться к вам с огромной просьбой о рассмотрении вопроса представления статуса беженца жителям Кузбасса, в частности, жителям нашего Киселевска. Одним из факторов, которые необходимы для получения этого статуса в нашем рынке, является дискриминация по социальному признаку. Мы считаемся бедными по критериям, которые используются в России. Мы не можем продать наше жилье и переехать в другие области нашей страны, так как наши дома стоят очень дешево, из-за того, что были разрушены в среду и не в разрезе. И даже те дома, которые стоят дальше от разреза, стоят тоже крайне мало, так как весь наш город стал территорией с ужасной экологией. И никто не хочет здесь жить, покупать наше жилье. Но на протяжении многих лет наши претензии и к представителям власти, и к угольщикам о том, что в городе и области становится опасно жить, остаются без внимания. Нас не слышат, нас просто вынуждают бросить все и уехать. По сути, стать экологическими беженцами внутри страны. Но никто не даст гарантии, что переехав... ...найдет тебе новое жилье. ...конфитирование. Губернатор Кузбасса Сергей Целевев на пресс-конференции 25 апреля 2019 года, посвященный 200 дням с момента его назначения, сказал, что митинги и голодовки в Кузбассе недоступны. Исходя из этого, мы понимаем, что он говорил о нашем конституционном праве, скрепленном в статье 35 Конституции, потому что, как сказал Сергей Целевев, мы ворочим Кузбасс. Достопоченный Джастин Трюдо. Все мы работающие люди. Мы можем и умеем работать. У нас есть дети, и мы не хотим, чтобы они заболели онкологией или другими заболеваниями, которые провоцируют плохая экология. Мы пробовали все способы, чтобы решить проблему, но у нас ничего не получается. Мы выбрали Канаду, потому что она очень похожа на нашу степень. Много снега, холодно, практически одинаковая природа. Да, возможно, у нас менталитет меняется легче, когда вокруг другоприятные условия. Чистая вода сейчас становится допустимой во многих городах Кузбасса. Но мы люди. У нас есть дети, и мы просто хотим жить. Мы можем стать полезными для Канады, так как в России о нас просто забыли. И мы чувствуем себя очень личными, никому не нужными людьми. Еще мы хотим обратиться к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерреш. Уважаемый Антонио Гутерреш, в данный момент в России есть область, в которой сложилась ужасная экологическая ситуация. В области живут порядка двух миллионов человек. В нашем Киселевске 90 тысяч человек. Варварская добыча угля открытым способом привела к экологической катастрофе этой зимой, когда весь мир говорил о черном снеге. Жители Киселевска не раз отправляли свои обращения президенту Владимиру Путину с мольбами о спасении. Привлекали его внимание к проблеме, к сложившейся ситуации. Но ни разу никто не получил никакого ответа. Мы не просили личного ответа от Владимира Путина, но надеялись, что он заставит виновных не только прекратить загрязнять окружающую среду, но и обяжет виновных исправить ситуацию и компенсировать нанесенный ущерб. Никаких ответов или действий мы не получали и не увидели. Мы не можем сказать, почему президент игнорирует проблему целой области. Игнорирует тот факт, что наши города больше стали похожими на душегубки. Нежели на населенные пункты. Наша страна помогает многим другим странам, таким как Сирия, Донецкая область, Луганская область. Наше правительство вращает другим странам огромные долги. А про своих жителей Кузбасса как будто забыли. А мы ведь тоже люди. И дети наши тоже живые. Мы не сделали никому ничего плохого. Так почему же мы живем в таких невыносимых условиях? Возможно, бездействие президента связано с тем, что до него не доходят наши письма, и он не знает, что происходит в Кузбассе. Уважаемый Антонио Гутерреш, мы умоляем вас там, в ООН, рассказать о проблемах Кузбасса. Представителям России, может так, настоящая правда дойдет до Владимира Путина. Может так, мы наконец-то стучимся до нашего президента, и он спасет не только наш город, но и всю область. Хотя безрассудная добыча полезных ископаемых – это беда всей России, а добыча угля открытым способом привлекла к ситуации, которую мы, те, кто чувствует на себе последствия эти добычи, считаем настоящим геноцидом. Мы устали ждать изменений. Они, если и есть, то только в худшую сторону. Да и опасно ждать дальше. Каждым днем все хуже становится экология в нашем городе и области. А нас, людей, граждан этой страны, замечают все меньше и меньше. А людей погибает от болезней все больше. И самое главное, мы не предаем свою страну. Мы просто хотим выжить и иметь гарантии, что мы, как люди, как человеки, значим больше, чем полезные ископаемые в недрах земли. Если это нам не может дать Российская Федерация, значит, мы будем искать возможность жить в других странах, где людей больше ценят. Нам сложно быть патриотами своей страны. Что значит родина для человека? Земля, на которой он живет? У нас в Киселевске, да и в Кузбассе, земля нам не принадлежит, даже если она находится у нас в собственности. Любой кусок земли в любой момент могут отобрать для своих нужд владельцы угольных предприятий. Если сделать жизнь невыносимой на своем кусочке земли, так как рядом иногда ближе 500 метров, выкапывают разрез или сделают отвал, даже если мы против. Как говорят нам угольщики, что прокуратура дает четкий ответ, что мнение людей на общественных слушаниях носит рекомендательный характер. Прямой пример тому, что сейчас происходит на Красном Камне по отвалу Северной. Все были против. А отвал с каждым днем становится все больше и больше. У нас нет земли, которую мы можем считать своей. Может, Родина – это друзья и коллеги. Наши друзья либо умирают от болезни, либо уезжают из города. Становятся тем самым экологическими беженцами. Может, Родина – это президент России и наша власть. Как можно быть патриотом такого или тех, кого замечают, как мы живем? Чем мы дышим? Что мы пьем? Спасибо. Диценко Юлия Геннадьевна, проживающая в городе Киселевске, один ребенок. Родина Сергеевна, город Киселевске – мертво область. Малина – четверо детей. Татьяна Альксандровна, город Киселевск, двое детей. Татьяна Юрьевна, город Киселевск, четверо детей. Никитина Егина Александровна, город Киселёвск, двое детей Чербакова Кристина Сергеевна, город Киселёвск, шестеро детей Николайова Слана Георгиевна, город Киселёвск, пятеро детей Горбаинова Людмила Александровна, двое детей, четырнадцать внуков и правнуков Людмила Васильевна, трое детей, шестеро внуков и правнучка Кавкалёва Елена Александровна. Двое детей, тревог Смолин. В городе Веселевск. Там Смолова Владимировна. Двое детей. Отчистка Наталья Алексеевна. Город Песелевск. Татьяна Екалевская. Перевод Смолинный. Город Песелевск. Платова Тамара Михайловна. Двое детей, четыре внуков. Мудина Татьяна Витальевна. Город Песелевска. Это наша улица. Двое детей. Четверо внуков. Мужчины. Дедуля. Фёта Владимирович. Три детей. Шесть внуков. Павлович. Город Кселёвская. Улица Малина. А что внуков не сказал? Шестеро детей. Шесть детей. Шесть внуков. Шесть детей. Шесть детей.